Добрый день, здравствуйте! Сегодня я обратилась к индийской кухне и хочу приготовить вам их национальную сладость. Она нам будет напоминать что-то вроде бы нуги, но это не совсем нуга, что-то между шоколадом и нугой. Давайте приготовим и посмотрим. Нам понадобится сухое молоко, масло, ванилин, земляные орешки, то есть мы их называем арахисом и сахарная пудра. Помимо этого нам еще понадобится сметана жирностью 25 процентов. Все ингредиенты будут описаны под видео, так что не волнуйтесь. Ну а теперь, наверное, надо начать с того, что первым долгом нам надо пожарить арахис. Жарить его на медленном огне, если есть шелуха, снять шелуху. Кстати, заменить ее можно еще фундуком. Получается тоже очень вкусно. Арахис можно взять всякий, в смысле мелкий, крупный, не имеет значения. Главное, чтобы вы его не подожгли и нормально пожарили. Нежаренный он невкусный. Теперь готовим. Нам надо растопить масло. Масло должно быть свежее и сливочное. Огонь делаем медленный, он должен медленно, медленно таять, но не шкварчить, не кипеть такими, знаете, пузырьками. Как только растопится масло, добавляем сюда сахарную пудру. Сахарную пудру лучше просеять через сито. Дело в том, что единственное, что затрудняет готовить вот это блюдо, тут все получается комками. Например, можно было бы добавить сахар, но мы добавляем сахарную пудру. Если добавить сахар, вам придется долго варить ее, пока полностью сахар не растворится. И цвет у него получится не такой светлый. А с сахарной пудрой он будет светлый, но получаются комки, которые растираем во время того, как вот оно соединяется с маслом. Теперь сюда будем добавлять сметану, о которой я упомянула за столом, но забыла его поставить на стол. Нам понадобится 110 грамм. Сметана у меня 25 процентов жирности. У сметаны есть кислинка. Заметьте, если сюда добавить сливки, получится другой вкус. Если добавить сметану, другой вкус. Так что, если вы хотите избавиться от этой кислинки, хотя она придает свой шарм этому блюду, это раз. Во-вторых, чтобы было непритерно, вот эта кислинка, она чувствуется, когда уже вы приготовите эту... Ну, я ее называю нугой. Получается очень необычный вкус. Теперь хорошенечко все перемешаем. Как только все соединилось, можем выключать огонь и дать ему остыть. Если есть время, то полчаса. Если нет времени, через минут 10-15 можете уже добавлять сюда сухое молоко. Сейчас мы опять же перейдем за стол. Пока остывает наша сковородка, возьмем посуду, в которую мы будем выливать то, что мы приготовим. И обязательно застелим ее бумагой или фольгой. Или же, если у вас есть силиконовая посуда, можете вылить прямо туда, потому что потом нам придется остужать все это. Я использовала тут немножечко другой вариант. Я взяла вафли. Для вафельного торта обычно бывают вот такие. Можно взять светлый, можно взять темный. Я взяла темный и разместила его на бумагу. Как видите, у нас остыло. Теперь сюда добавляем сухое молоко и ванилин. Первым долгом ванилин. Хорошенько надо тоже растереть его, чтобы не остались комки. Вы знаете, что если много ванилина, оно горчит. И если этот комочек, не дай бог, попадется кому-нибудь, то он скажет, что ваши конфеты горькие. А поэтому хорошенечко растираем, чтобы кругом все было равномерно. И несмотря что потом мы будем добавлять сюда сухое молоко, будем взбивать. Но ванилин все равно вам придется хорошенечко внедрить в это масло. Теперь просеиваю сюда сухое молоко. Сухое молоко у меня обезжиренное. Сюда надо использовать желательно обезжиренное, так как здесь жира и так много. Это раз. Во-вторых, с обезжиренным он получается быстрее и лучше. На мой взгляд. Теперь хорошенечко все перемешаем. Добавим вторую часть. Сразу все не добавляем, чтобы не получилось так, что комки такие невозможно потом растирать. Долго я помешивала, честно говоря, спатулы. Но все равно остаются комки. И поэтому обращайтесь. Чем быстрее обратитесь к миксеру, тем лучше. Хотела это сказать. Видите, комков предостаточно. Я сейчас перейду на миксер. Для этого мне надо все это перелить в чашу, чтобы было удобно. И буду взбивать. Взбивать буду долго, минут пять, а то и семь. Видите, на венчиках появляются вот такие, как иголочки. Они, это не крупинки, это уже остывающаяся нуга. Опять же, назвала я ее нугой, потому что мне она напоминает нугу. И посмотрите, вот она уже такая плотная. Ну, комки все равно есть. Я буду взбивать, как сказала вам, минут пять, а то и семь. После того, как полностью все это собьется, будем переливать на... Я буду на вафлю, а вы посмотрите, что у вас есть. Добавлю сюда орешки. Когда их добавляете попозже, вот оно все-таки помогает вам более удобно распределить по поверхности эту нугу. Она липкая, поэтому застилаем бумагой или фольгой, чтобы удобно было доставать. Если не застелите, а смажете маслом, вам все равно будет неудобно. Удобно доставать только силиконовые посуды. Но и в том случае на дно обязательно надо сделать бумагу. Пекарскую бумагу, которая к ней не пристает. Есть бумага, которая пристанет, а есть та, что не пристанет. Обратите на это внимание, а то потом будете писать. Все, я распределила. Правда, потом я увидела, что у меня с одной стороны немножко высоко, с другой немножко ниже. Ну, опять же, это не помешало тому, что у меня получилась, честно говоря, вкусная вещь. Вот теперь аккуратненько я сюда выкладываю вафельку вторую и начинаю утрамбовывать так, чтобы, во-первых, вафля не сломалась. Во-вторых, чтобы нижняя часть прилипла как бы к этой вафле. Вы заметили, что у меня орешки в основном были наверху. Все. Теперь можно накрывать. Дело в том, что если не накрыть, вафля может увлажниться. Мы его будем отправлять в холодильник. Можно в морозилку, можно просто в холодильник. Если в холодильник, то вечером поставите, утром достанете. Я достану через два часа. Скажете, а чего ж вы не утром? Через два часа оно уже застывает, потому что, посмотрите, на венчике оно уже крепкое. Посмотрите, оно уже не пристает. Так что, я думаю, через два часа в моем случае он будет готов. То, может, у вас тоже так же получится. Накрою сейчас и уберу в холодильник. Ну, сейчас зима, можно и на балкон. Она не теплая, как видите, я руками даже попробовала через вафлю. Оно уже холодное. Прошло два часа. Я достала и нарезала. Нарезала большими и маленькими кусками. Люди разные, вкусы разные. Одни хотят много сладкого, другие меньше сладкого. И теперь они уже у меня на тарелочке. Как видите, где-то толстые, где-то тонкие. Но на вкус это совершенно не повлияло. Уночка дегустировала, сказала, ой, совсем не сладкое. Дочка пришла с работы, сказала, как вы это едите? Тут столько сахара, оно такое сладкое. Я попробовала, для меня это было нормально. Не знаю, может, я уже пробую столько сладкого, что я не почувствовала. Но я почувствовала здесь чуть-чуть кислинку. Мне даже показалось что-то между солью и кислинкой. Вот что-то такое. А вообще-то она напоминает белый шоколад. Ни ириски, ни нугу, ни карамельку, а именно белый шоколад. Ну что ж, я желаю вам удачи. Вы тоже готовьте. Обязательно поделитесь этим видео. Всем понравится. И красиво, и удобно. Его можно долго держать в упаковке. Ничего с ним не станет. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто не подписался, подпишитесь. И дай Бог вам всем здоровья. Удачи в жизни. Благополучия, любви и мира над головой. А пока, пока-пока. Спасибо, что посмотрели видео. Встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok